Проблема Донбасса действительно сейчас снята с первых страниц газеты и отошла с повестки дня. Но надо четко понимать причину-следственную связь. Испокон века демократы были сильны социальными вопросами и решением социальной политики внутри Америки. Республиканцы это всегда внешняя политика, это всегда международные отношения и усиление позиции США на международной арене. Поэтому то, что сейчас мы увидели, это не что иное, как заявка на возвращение в лидерство, абсолютное лидерство, монолидерство в мире Америки. И соответственно, когда говорят действительно эксперты о том, что возможен удар по Донбассу, как бы это страшно ни казалось, но я думаю, что американцы прогнозировали такую возможность. И в случае, если такое произойдет, то это будет тот самый повод, когда Трамп сможет действительно показать себя как нового политического лидера на международной арене. Скорее всего, он передаст тогда летальное оружие Украине, и это будет публично. Это раз. Второе. Эксперты сейчас оценивают ситуацию, которая происходит. Так вот, риторика Кремля не просто сдержана, они в растерянности. Они действительно воспринимали все до последнего момента, как эдакий, знаете, шантаж, как они играют, привыкли к тем правилам. Поэтому здесь такого не произойдет. Теперь касаемо следующего этапа. Через всего две недели начнется сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. И там уже планируется рассматривать вопрос Сирии. Но также там будет поднят один из очень важных вопросов. Там будет поднят вопрос о доверии президенту парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Агромунту, который буквально недавно посещал вместе с Леонидом Слудским, я не ошибаюсь, с Волошиным, да, по-моему, посещал Сирию и встречался с Асадом. Один из пророссийских симпатиков в Европе получает впервые за всю историю парламентской ассамблеи возможность получить импичмент и уйти досрочно с позиции президента ПАСЭ. Поэтому интересы Украины и Донбасса в Европе никто замалчивать не будет. Наоборот, позиция человека, который пророссийский, и который фактически доказывал, что ну Россию надо возвращать все в любом случае в парламентскую ассамблею, сейчас ослабнут, так же, как и симпатиков. Для нас самое главное сейчас усилить свою позицию на международном парене, усилить, а именно привлечь как можно быстрее наших симпатиков. А симпатиков у нас не так много на самом деле. И самое главное из них, это Великобритания, которая до сих пор в переговорном процессе не принимала участия. Риск ответа, даже военного, путем эскалации военной на Донбассе, такой нестандартный ход асимметричный, это в стиле Путина. Поэтому такой риск, к сожалению, существует. Но, когда мы оцениваем действия Трампа, вот надо иметь две вещи в виду. Во-первых, он обещал величие Америки, ключевой тезис в его инаугурационной речи. А второй важный момент, он же критиковал все время Обаму за мягкотелость. В том числе я вспоминал Крым. Вот, если бы я был тогда, я бы показал. Да, вот он и показывает. То есть он не может сейчас действовать как Обама. Поэтому на силовые действия Асада он ответил своими силовыми действиями против Асада. Деталь, на которую не все обращают внимание. Он предупредил россиян об этой атаке. Совершенно верно. Да, вот это очень важный момент. Поэтому Трамп не хочет прямого военного столкновения с Россией. Думаю, что и Россия тоже. Потому что, вот мы видим, они сейчас отвечают скорее дипломатически. Очень жестко по риторике, но они предпринимают ответных силовых действий. А вот асимметричный ответ с их стороны на Донбассе, к сожалению, возможен. И нам на всякий случай надо быть к этому готовыми. И вот здесь как раз координация с Соединенными Штатами, она будет вполне обоснована, логична. Но действительно радоваться нам не нужно. Скорее нужно готовиться к некому обострению ситуации. И поэтому я хочу сказать, что сегодня нам тут нужно повернуть... Это касается и вопроса этого противостояния россиян-американцев. Надо повернуть субъектность. Подкреслю, субъектность. Мы, на жаль, только дребная шахова фигура, которую играют сегодня на этой великой геополитической шаховой дошке. Кто это должен сделать? А помните дискуссию в этой зале несколько месяцев назад? Когда мы только оценивали, что такое Трамп, что будет. И мы тогда говорили про то, что, возможно, два варианта ростка подій. Або он быстро начнет роман с Путином. Будет какая-то там большая между ними договор, обмена и так далее. Або, оскільки это два політики очень похожи один к другому. Это одинаковый типаж таких геополитических матчей, которые могут показать и получать удовольствие от того, как не будет показано одному, кто из них сильнейший. И в этой ситуации, вместо того, чтобы происходить какие-то обмены, начнется просто борьба между ними. И на карте света будет несколько таких точек, которые перетворятся на фактически поле боя между Трампом и Путином. Сейчас то, что произошло, фактически было умовлено не только химической атакой в Сирии, но и низкой внутренне американских событий. Атака, невероятная, несподеванная атака на Трампа в среднем Соединенных Штатах. Прямо извинения в том, что Россия способна его оборудованию. История с его радиками, которые были незрозумительные, непрозорные отношения с россиянами. Все это ставило все меньше и меньше маневр для Трампа. Мы поставили его в позицию, которую ему нужно было показать. Або действительно он есть какая-то кукла в руках Путина, або он действительно тот, кем он это показывал на передвижных переговорах. Басилин, у меня вопрос скорее, сейчас еще один к вам вопрос скорее о том, как делается большая мировая политика. Вы вообще исключаете вариант, что Трамп просто поразился тем кадром, который он увидел, умирающих детей после химической атаки. Вот этого ужаса и просто принял такое решение. Это исключено. Но, конечно же, и желание показать россиянам, что вы не выиграли у нас новую войну, и вы сейчас не есть номер один в политике. Мы также что-то значим, и они показали, что они что-то значим. Это другой элемент. Что для нас, для Украины, и вы очень правильно про это сказали, что мы также напрямую залучены до этой низкой кроков. И я бы тут не поспешал вітать американцев с успешной операцией. Мы можем стать для россиян способом ответа Трампу за то, что он сделал в Сирии. Оскільки я не уявляю сейчас, чтобы россияне что-то сделали с американскими кораблями в Средиземном море. Я не уявляю, каким образом сейчас россияне могут покарать еще больше опозицию, че лояльных до Соединенных Штатов угруппирование на территории Сирии. Они и так достаточно уничтожены. Целковно логично уявить, что Путин будет бить по-другому месту, там, где руки у Трампа достаточно схованы, там, где он не может идти дальше, чем ему позволят параметры американской политики. То есть, Украина тут находится в очень сложном и безопасном положении. И нам точно не нужно радовать от того, что вместо большой дружбы между Трампом и Путином, из них начнется большая война. Відповедно, как и решение Европейского парламента, так как и заплановано было 6 квитня, и произошло 6 квитня, то мы ожидаем, что и другие процедуры, которые еще должны пройти до повного подтверждения этого решения щодо надания Украине безвизового режима, будут так же вчасно. Есть еще решение, потребное Комитету постоянных представников Краин Европейского Союза, есть еще решение Европейской Ради, есть еще подписание главы, президентом Европейской Ради и президентом, который представляет страну, которая сейчас глава в Европейской Раде, и после этого оприлюднение решения и вступ его в силу. Я думаю, что есть все предыставы вважать, что уже влитку можно будет пользоваться безвизовым режимом украинским гражданам.